Воскресным днём всех поздравляю сегодня у вас. Да, у нас замечательный воскресный день по празднику праздника Воздвижника Креста Господня. Вот сегодня замечательное было чтение евангельское. И вот хотел бы вам вообще порекомендовать вот такую книжку замечательную, но даже не только эту книгу, а вообще все труды. Есть такой замечательный у нас современник, митрополит Афанасий Лимассольский. Не знаю, кто-то слышал, кто-то не слышал. У него очень много есть книг изданий, беседу он проводит. А вот теперь можно попросить отроков, чтобы они уста свои закрыли? Или на улице побегали? Погода хорошая, чтобы все здесь не слышали. Вот. Итак, замечательный проповедник. Митрополит Афанасий Лимассольский, это на Кипре. У нас такой есть город Лимассоль. Может быть там некоторые люди отдыхали в свое время. Курортный город. И замечательно, вот монах-подвижник, пострижник Святой Афонской горы. У него замечательные труды все. То есть вот если вы, допустим, найдете продажи в интернете, либо там еще где-то, его труды, то можете спокойно, смело покупать, читать их внимательно. Потому что это не просто теоретик. Не просто теоретик. А это как раз практик христианской духовной жизни. Это очень важно, потому что теория, она суха. И теория не спасает. Вы знаете, апостол Яков сказал, вера без дел мертва есть. То есть мы можем много знать, но если мы не делаем это, нас никоим образом не спасает. И вот сегодня как раз у нас Евангелие созвучено в его беседе. Одно из, которое здесь есть, говорит как раз об отвержении себя. Я хотел просто немножко так вам кое-что рассказать. Итак, вот сегодня мы слышали, да? А еще кто хочет идти за мной, говорит Господь, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мной. И вот отвержение себя, он очень так подробно раскрывает в одной из бесед. То есть что такое отвержение себя? Это то же самое, что святые отцы называют очищением. Говоря о первой стадии духовной борьбы. Отказ от всякого рода греха, от пробощения любыми страстями и вообще отказ от всякого дела и всякой мысли, которая разлучает нас с Богом и заковывает нас в мрачные и опутывающие узы греха. Необходима кровавая битва даже до смерти, как говорил наш преподобный отец Иосиф Исихас. Для того, чтобы отбросить ветхого человека путем точного, практического соблюдения заповедей, которые Господь дал нам не как законодательное постановление, но как целительное лекарство от греха. Вот здесь я позволю себе остановиться. Итак, очень важно, я сегодня об этом говорил как раз с церковного омвона, что ветхий человек, он в нас живет. И апостол неоднократно об этом упоминает, что мы делаем не то, что необходимо, а как раз то, что нам противно. И у нас некий закон греха есть, который мы исполняем. А то, что надо, мы не делаем. И вот как раз мы с вами должны понять, что отвержение себя, это не какое-то эфемерное словосочетание, а это как раз исполнение, вот очень здесь хорошо сказано, точное, практическое, путь точного, практического соблюдения заповеди Божьих. То есть вот очень важно исполнять закон Божий так, как он есть, не давая себе поблажек. И вот об этом, говоря в святой отцы, по-моему, преподобный Исаак Сирин говорил, что об этом постоянно говорит профессор Осипов, что именно только точное исполнение закона Божия научает человека его немощи. об этом точно говорит святитель Игнатий Бринчанинов. То есть вот, когда мы внешне исполняем закон, как у нас обычно люди говорят, ну а что, я же в храм хожу, я же пощусь, дистину даю, что еще хотите, как фарисеи говорили, да? А начинаешь так вот ковыряться, оказывается, человек-то ходит в храм Божий, только на Пасху. Либо на Рождество еще, да? Он считает, что он ходит в храм Божий. Пост он вообще не держит никогда. И считает, что если он там где-то попастился перед Пасхой, Страстную Седмицу, оказывается, для него это уже пост. И так во всем. А ведь если посмотреть точное исполнение закона, то начнем с того, что каждый воскресный день мы должны быть в храме. Каждый воскресный день. Вчера у нас, к сожалению, на все наши бдения было 40 человек. Это, конечно, позорище. Редкое позорище. Но я почему сегодня так смирил себя и не стал никому ничего из вас высказывать на богослужении? Потому что мне вчера позвонил епископ Павел Троицкий. Это мой двоюродный брат. И он недавно был назначен в марте месяце рукоположен Святейшим Патриархом на Троицкую кафедру. И он мне сказал те слова, от которых у меня челюсть отвисла. И, по-моему, до сих пор вы видите мои зубы. Ну вот, да, нижняя челюсть, она у меня до сих пор, по-моему, еще не пришла в норму. Так вот, он сказал, что у него на вынос креста Господня, животворящего, есть такое богослужение, да? Вы знаете. Торжественное, с выносом креста. Он совершал, естественно, он архиерей, архиерейским чином в кафедральном соборе города Троицка, который насчитывает, ну, по самым скромным подсчетам, 57 тысяч человек, на 60 тысяч. Ну, то есть, это не деревня, да? Вы понимаете, город Троицк, это, я понимаю, что это не Челябинск, но 60 тысяч там есть. Так вот, в этом городе, на все наши мгнения, в кафедральном соборе, молилось, семь человек. Не 70. Семь человек. Поэтому, с моими-то 40 вчера и вообще в полном шоколаде. Понимаете, да? Я один стоял, и было такое дело. Вот, видите? Но семь человек на вынос креста, это, конечно, джаз. То есть, вот это духовное возрождение реальное, в кавычках. Поэтому, вот видите, а люди считают, что раз пришли, ну что, вот я же хожу. А что значит храм Божий посещать? Еще раз говорю, каждый воскресный день мы должны быть с вами в храме. Причем, не надо делать какие-то одолжения. Почему? Потому что, видите, как говорит, очень хорошо владыка Афанасий, Господь дал нам заповеди не как законодательное постановление, но как целительное лекарство от греха. Разницу ощущаете? То есть, если мы исполняем заповеди Божии, то мы исцеляемся от греховной сущности, да? И делаемся здоровыми. Не то, что не исполнил, в ад пошел. Нет. Не исполнил и смертельно заболел. Далее, он говорит, чтобы мы не оказались с неготовыми к новому во Христе человеку. Вы наверняка знаете, когда вот крестится человек, то вместо святы Божия поют елицы во Христа креститесь, во Христа облекостись. То есть, человек крещеный, он должен облечься во Христа и жить во Христе. Это нас всех с вами касается, мы все крещены. То есть, обличение во Христа, это, собственно говоря, есть жизнь во Христе. О чем Иоанн Крашадский преподобный пишет, о чем святитель Эфеофан Затворник учит и остальные отцы церкви, да? Так вот, святые заповеди Христовы ведут нас как дорожные указатели к очищению от греха. И когда мы, как слабые существа, падаем, Господь дарует нам таинство покаяния, чтобы мы могли признать, призвать целительную благодать Святого Духа, чтобы она уврачевала наши раны и болезни, причиненные нам грехом, чтобы мы вновь обрели здравие и чтобы прочным фундаментом для нашей духовной постройки стало святое смирение, открывающее в нашей жизни двери для божественной благодати. Вот все квинтэссенса учения спасения, вот в этих словах. мы исполняем заповеди Божии, но если мы их не можем исполнить, у нас есть таинство покаяния, мы каемся. От этого мы приходим в смирение, а смирение, то есть, когда мы не думаем о себе высоко, а все наши добродетели, так называемые, приписываем Богу, оно дает нам то, что нам открывается благодать Божия. То есть, другими словами, Господь нас тогда и посещает, потому что невозможно воспринять благодать Божию, не имея в себе смирения. Отсюда святые отцы говорят, такое, знаете, словосочетание очень расхожее. Значит, без смирения нет спасения. Вот почему. Потому что благодать Божия, она как о стенку горох будет от нас отскакивать. даже в таинстве церкви, если у нас не будет смиренного и покаянного чувства. Вот и все. То есть, в принципе, спасение весьма просто и достичь его легко. Надо просто иногда включать у себя определенные частки коры головного мозга и так к себе применять и все будет вообще понятно и весьма хорошо. И вот дальше он расшифровывает не выходить или они сами успокоятся. Ну, слава тебе, Господи. Возьми крест свой, да? Итак, это, кстати, тоже знаете, что об этом постоянно говорится, это невоспитанные дети. Это ужасно. Потому что какие родители, такие и дети. От осинки не родятся апельсинки. Как у нас говорят, ну, они же дети. После этого берет молоток ребенок в школе и пробивает голову другого. Они же дети. Правильно, да? Вот так. А потому что воспитывать надо, когда ребенок лежит не вдоль лавки, а поперек. Это все просто вот одно к одному. Итак, возьми крест свой. Что это значит для нас в практической жизни? Вот видите, почему труды этого святителя, они очень интересны, потому что он все прикладывает именно к жизни. Это самое главное. Потому что если мы просто будем знать о Боге, это нас не спасет вообще ни разу. Фарисеи тоже знали, распяли Христа. Что же это значит для нас в практической жизни? Мужественно, терпеливо, с верой в распятого за нас Господа мы должны терпеть и нести самих себя, самих себя, думайте, наших собратьев, наше окружение, наш мир, нашу тленность и смерть. все то, что составляет наш повседневный крест и борьбу за подражание Христу, для того, чтобы мы могли стать подобными ему. Вот. Все. И дальше даже ничего не добавить, не убавить. Поэтому всем советую труды читать митрополита Афанасия, Лимасольского, Денно и Ношно. Это афонский пострижник, замечательный митрополит, подвижник церкви, действительно светоч, который живет во Христе и который живет со Христом. Так, далее мы с вами переходим к нашим баранам, к нашим темам, да, вот. И сейчас я просто еще немножко отвлекусь, я просто есть такая замечательная книга, называется Афонский Отечник, Архимандрит Иоанникий Корсонис, вот, тоже замечательный такой, прямо вот потерик, но просто вот иногда что-то перелистываю, так вот, попадаются мне книжки, вот, которые когда-то покупал, которые недавно или давно покупал, но иногда их читаю. И вот то, что мне нравится, я стараюсь созвучить в моей душе, я стараюсь вам иногда об этом что-то рассказать. Так вот, здесь есть глава интересная, она говорит о том, насколько необходимо читать Святых Отцов, причем зачем? Вот знаете, умный человек от глупого чем отличается? Умный человек он старается понять, для чего он что-то делает, а глупый человек, он изображается, знаете, в одной поэме Древней Греции это называется Сизифов труд, знаете, Сизиф кто такой? Он чем занимался? Камень. Правильно, постоянно камень, а камень скатывался, понимаете, вот напрасный труд, вот у нас такие были колхозы, колхоз там в честь 22-го съездопартии, в честь ВЛКСМ, были такие названия колхоза напрасный труд, шутка, это уже потом народ так называл, понимаете, поэтому, чтобы напрасно не трудиться, надо вообще думать, зачем мы то или иное делаем, это, кстати, знаете, избавляет от начатков болезни Альцгеймера, когда мы начинаем думать, да, вот зачем мы что-то делаем, ну и вообще это полезно думать, так вот, здесь есть глава о чтении Советных Отцов, об этом, о спасительности этого чтения, один подвижник говорил, в деле сосредоточения ума, трудного по причине того, что он постоянно рассеивается, тебе много поможет чтение Святоотецких творений, которое должно предварять занятие молитвой, более всего помогает чтение потеряка, два предложения из потеряка заставляют забыть все заботы, потому что в них заключена сила Святой Земли Фиваиды и Нитрии, и молящийся восходит умом на небо, благодатной помощью Отцов, которых он ощущает рядом с собой. Так вот, что бы здесь хотел я вам расшифровать как это более подробные эти краткие слова, дело в том, что мы с вами очень часто молимся, но молитва наша бесплодная, потому что она рассеяна. Мы встали на молитву и у нас в одно ухо влетело, еще быстрее вылетело. И даже в храм, мы даже пытаемся из храма бордели строить, да, то есть мы в храм приходим, нам еще попили, почитали, какие пришли, такие ушли. А так быть не должно. Так вот, для того, чтобы у нас как-то процесс внутреннего разрушения остановить нашей личности, необходимо начать читать потеряки святых отцов. Вот просто возьмите книжечку, закладочку купите, да, ну и так, можно две-три книжки сразу же читать, это тоже очень удобно, да. И так дома приходите, открывайте их. Причем вначале вас будет, знаете, все ваше естество будет противостоять этому процессу, вам будет вообще это казаться дичью. То есть бес, как говорится, на ушах сидит, вот говорит, да что вы эту ерунду читаете, вообще скучно, неинтересно, и вообще все это не надо, вот лучше телевизор включить, посмотреть, или в интернете покопаться. нет, надо себя заставить, вот так будильничек поставить, там да, на 10 минут таймер, искать вот 10 минут, вот кровь из носа буду читать, пусть зажгут противно. И открывайте книгу Игнатия Бричинова Светителя, и начинаете читать, да. И так каждый день. Вот пусть мне будет, грубо говоря, пусть я сдохну, но я прочитаю. Вот только так можно с собой самим разговаривать любимым, потому что иначе ничего не получится. Вот в этом есть знаете, вначале будет вам вообще противно, все будет казаться глупостью, ерунда, там у вас такие, у вас бунт будет в душе, какие еще отцы, зачем это надо все, а потом вы так знаете, вот смиритесь и вам понравится, а потом втянетесь и вообще будьте святыми людьми. То есть подобное познается подобным, поэтому начнете читать, у вас молитва будет другая, качество молитвы будет совсем иное. Чечение святых обед, да? Это Труфовидельность Бергамо, помнишь, как вот хороший фильм такой был, да? Слуга двух господ, что такое обед? Надо блюдо расставить правильно, расстановка блюд это серьезное дело, поэтому хороший обед это что у нас? Это первое, второе, это третье, да? Почему мы это делаем? Для того, чтобы у нас все это усвоилось, усвоилось. Так вот тоже самое молитва, должно быть первое, второе и гретье. А когда мы с вами берем, например, да? Сало кусок съедим, до холодной водой запили. Это будет заворот кишок, знаете, об этом уже умереть, кстати. Поэтому надо продукты совместимые вкушать и желательно их в правильной последовательности. Поэтому чтение святых отцов это как салат во время обеда вкусный. Почитали, потом у вас, значит, пошло основное блюдо, да? Потом, значит, на десерт Евангелие почитали. И вот так у вас, знаете, у вас будет комплексный обед духовный. Если вы так будете каждый день читать, у вас состояние физиологическое поправится и жить будет легче, жить будет хорошо. Вот об этом говорит как раз нам святые отцы в афонском отечнике. Поэтому давайте будем стараться книжки перелистывать иногда, хотя даже это нам очень часто делать неохота. Вообще большинство добродетелей, они трудно исполнимы, потому что мы всегда проще будем, как говорится, делать противное Богу, чем то, что ему созвучно. Итак, переходим к отцу Дмитрию Смирнову. Христианин должен вложить себя в руку Божию. Вот видите, это не я уж тебе говорю, а он говорит. Во всем ему себя подчинить. И по мере своих возможностей, в силу своих дарований, в силу того места, на котором он в данный момент поставлен, стараться угождать Богу. Созидайте свою душу и все вокруг трудиться для правды Божьей. Кто-то скажет, это же бесполезно. Да, мир этот безусловно сгорит, земля это исчезнет, антихрист обязательно придет. Значит ли это, что наш труд напрасен? Нет. Потому что спасение души это не результат, а процесс. И пусть все наши потуги наивные, смешные, но мы должны быть рабами Божьими, сработниками ему в деле этого созидания. Тогда жизнь наша будет не напрасной. Вот пожалуйста. Это вот то же самое, что взять и нести крест в течение всей своей жизни. Наша жизнь это полное безумие. Всех обуила духовная слепота, все катятся в пропасть, а думают, что они строят цивилизацию. Такое уже было, и это описано в Священном Писании. Люди строили Вавилонскую башню и думали, что они достанут до неба. Конечно все рухнуло. Так вот и наша цивилизация разумеется рухнет, и люди поймут, что жизнь потрачена зря. Действительно многие когда им переваривают за 50, это кстати очень такой хороший барьер, начинают уже понимать, что жизнь потерпела полный крах во всем, и в семье, и в детях, и в карьере. Вообще все к чему стремились, все рушится, потому что перед смертным часом все романтические потоки человека бледнеют, и жизнь приходит к тупику. Это когда человек молодой, красивый, он нахален, он улыбается, ему кажется, что ему все покорится, но эти 15-20 лет очень быстро протекут, начнутся болезни, и человек лицом к лицу окажется со своими грехами, и с грядущей совсем близкой смертью, то сосед умрет, то друг заболел, то однокашника похоронил, все ближе и ближе снаряды падают. Вот видите, какие замечательные глубокие мысли. Во-первых, глубокая мысль о чем? О полтиннике. Вы знаете, что у нас нормальный юбилей у любого человека это 50 лет. Это библейский юбилей. А еще, может быть, второй юбилей это 100 лет. Следующий 150. Ну, 50 лет вот юбилей, но год это 50 лет, понимаете? А это уже мы по своей немощи начинаем выдумывать, каждые 5 лет юбилей еще не лучше, да? Ну, 50 лет юбилей. Почему? Потому что этот юбилей имеет сакральное значение для человека. В чем это заключается? Грубо говоря, до 50 лет нам еще скачется. Вот это называется позиция жизни. Подчас греховная. А после полтинника начинается житие. Так медленно перекатываемся. Житие. Это работа над ошибками. Что было до 50. У нормального человека. Поэтому, когда люди начинают молодиться, им бы надо вообще ноги закрыть и паранжу надеть. А они мини-юбки носят. стыд и срам. Понимаете? Косметикой так себя умощают, но там господи, кожа-то дряблая. Но губы ты себе сделала вот такие там, вот, понимаете? Для чего непонятно вообще, кстати, у тебя не могу понять, для каких этих функций это делается вообще. Но это смотрится очень противно. Потому что ты все равно старая дура. ну ты подтяжку лица сделала, но ты остальное не натянешь никак, понимаешь, все раздеваешься рано или поздно и в кровать ложишься. Ты же понимаешь, что старая дура. Ты никому не нужна. А хоть штаны, хоть что, понимаете, тоже не работает. Все. Житие пришло. Житие. Надо думать о том, что ты не так сделал или сделала. Молиться, каяться, деточек воспитывать, внучат. Не собирать все, а раздавать все имение свои. Гардерок перебрать и все отдать. Тебе только смертное уже надо. Все, до свидания. Понимаете? Детям все отдать. Сады, огороды, машины, автомобили, все, что нажито, правильным и неправильным трудом, тем более, все отдать. Вот тогда это будет действительно спасительная жизнь. Вот тогда мы правильно юбилей будем праздновать. А когда мы говорим, что в 50 только все начинается, ну, может быть, и начинается. Но очень быстро оканчивается. У тех, кто решил не туда начать. Вот поэтому действительно, как говорится, отец Дмитрий прав, что наша жизнь это полное безумие. И мы строим вновь и вновь Вавилонскую башню. Законы бытия отменить невозможно. Мы идем с каждым днем ближимся к своей смерти. А смерть это всего лишь переход в иную реальность. А к ней надо готовиться здесь. здесь. Поэтому на фоне есть такой старец, живет он в Корее, который постоянно лежит. Как его зовут? Отец Гавриил, да, вот я у него был крайний раз. И вы знаете, он так начал сам беседу, был с людьми, которые финансово состоятельные, скажем так, мягко выражаясь. И он начал сразу же говорить, что твое это не то, что ты взял, а твое то, что ты отдал. В гробе нет карманов, вот сказал. Разум нам говорит, собирай, а Господь говорит, расточай. То есть действительно, вот эта святоачеческая мысль очень серьезная. Мы считаем мое, это вот то, что мое, это то, что я отдал тем, кто нуждается. А то, что я себе взял, это я украл у Бога. То есть философия Христова и философия светская это разные понятия. Вот поэтому здесь, как говорится, каждому из нас надо уже думать, к какой мы категории себя относим и что нам необходимо для спасения нашей с вами души. Читая Евангелие, мы понимаем сначала что-то одно, на следующий год другое, на третий, третье, а мы же постоянно вычитаем, вот эти Евангелисты, сколько раз читаем, 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 и действительно, это такая книга, которая каждый раз накрывает нам по-новому заповеди Божии. И вот, что это такое? Отец Дмитрий говорит, это благодать Святаго Духа все более и более нас просвещает. И чем больше мы будем читать Писание, чем больше будем ходить в храм, чем старательнее и усерднее будем молиться, тем больше поймем, тем больше возрастет наша вера и просветятся наш ум и сердце. Вот как раз это благодать Святаго Духа, которая открывает человеку новые и новые духовные вершины. Поэтому Евангелие никогда не устаревает. Это действительно Писание написано при содействии Святаго Духа, оно Бога одухновенно и человек постоянно находит себя в нем и ответ Божий на каждый путь нашей с вами жизни в тот или иной момент. Чтобы действительно душу свою очистить, нам надо каждый день в храм ходить и быть здесь с утра до вечера. Но, к сожалению, жизнь так устроена, что многим приходится на работу идти. И это действительно так. Поэтому, ну не может человек постоянно в храме молиться. Но воскресенье это наша святая обязанность. Раз ты крест на себе носишь, ты должен в храм ходить. Хочу, не хочу, могу, не могу. Раз ты уж назвался христианином, раз ты крещеный, то надо. А кто три воскресенья в храме не был, тот уже от церкви отлучен. И он уже значит никакой не христианин. Вот такие справедливые, но жесткие слова. Еще раз говорю, это говорит про Таирей Дмитрий Смирнов. Поэтому каждое воскресенье, братья и сестры, он с вами должен собираться в храме Божий, независимо от погоды. Тем более, вы знаете, у природы нет плохой погоды. Человек маловерен, поэтому он боится, а вдруг нападут, а вдруг убьют, а вдруг заболеют. Как будто это может быть вдруг. В Евангелии сказано, что без воли Божий волос с головы человека не падает, а мы все равно этому не верим. Мы считаем, это мне сделали, та мне наколдовала, врачи виноваты, еще что-то. И пока мы будем так думать, пока у нас не будет твердой надежды на Бога, мы никогда не сможем не стать христианами, не спасти свою душу, потому что спасение души требует от человека именно веры. то есть вера как доверие к Богу. И вот здесь на самом деле очень такой серьезный вопрос я с Дмитрием поднимаю, доверие Богу, потому что мы, конечно, верим Богу, но все-таки думаем, а вдруг Господи не сработает. И вот в этом заключается дьявол. То есть если мы молимся, если мы живем перед Богом и ходим перед Богом в своей жизни, то поверьте, Господь нас никогда, никогда ни в чем не оставит и больше даст, чем мы даже можем себе об этом подумать. Поэтому вот наша с вами задача именно довериться Богу, а чтобы довериться, надо исполнять заповеди Божии. И чтобы довериться Богу, у нас должен быть некий залог внутри. То есть ведь мы тоже с вами не доверяемся, кому попадя на улице даже дорогу перейти. И вот об этом нам говорит очень хорошо святитель Феофан Затворник в своей книге замечательной духовной, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Это практическое христианское делание. То есть мы должны ощущать свою связь с Богом и это не является прелестью бесовской. Прелесть бесовская это то, когда ты связи никого не чувствуешь. Когда ты просто молишься иконам, как в картине там домик нарисован и ничего не чувствуешь. А когда человек молится и чувствует присутствие Божьей в своей жизни, вот мы об этом уже говорили в прошлой лекции, это называется хождение перед Богом, когда человек чувствует присутствие Божьей в своей жизни, вот тогда наша жизнь совсем по другим путям течет. Мы начинаем доверять Богу себя и все что происходит вокруг нас. И вот тогда Господь сам начинает нас действительно вести по всем путям нашей жизни. Но для этого, как говорит свидетель Феофан Затворник в 53 письме, нам с вами необходимо побороть себе страсти, потому что страсти мешают Богообщению. Итак, что это такое и с чем его едят? Продолжаем. Когда сердце наше затеплется теплотой Божьей, слово времени и начнется внутренняя наша переделка. То есть вот о этой теплоте мы с вами говорили, то есть у человека христианина должен зажечься внутри огонек. Огонек, который начинает нас одухотворять и все переплавлять. И вот здесь однозначно не будет никакого у нас огонька, если у нас с вами присутствуют страсти в полноте в нашей с вами жизни. Итак, что это такое и с чем его едят? наверняка мы с вами ощущали вроде мы с вами хорошие и такие шелковистые все и хорошие и добрые и все. Но очень часто бывает, что где-то нас как мы говорим кто-то из себя выведет, особенно это касается родственников, близких, детей, родителей и все. И у нас вот здесь прям как знаете в советской песне кипит наш разум возмущенный. Кстати, хорошая песня, вы знаете, если вот разобрать все на цитаты эти песни и в шаблон святых отцов поставить, там прям будет дьявольская суть в каждой песне видна. Откуда ноги растут? Они даже не скрывали, понимаете, вот действительно вспомните советские песни, они хорошие, а мы же пели. То есть вот эта страстность, там брат должен был убить обязательно. Самое главное что это борьба, борьба классов, вот кинематограф советский, посмотрите, брат идет против брата, причем все это так восхвалялось, знаете, вот там понимаешь, ты брат не понимаешь, вот ты политически необразованного момент, понимаешь, сейчас революция всемирная, ты понимаешь, что своим баранами, да, давай каинсти убью, раз ты не понимаешь, что за момент такой революционный, вот, это все вот страсти, поэтому, когда вы помните эту песню, так кипит, нас разум возмущенный, это все правильно, страсти настолько в человеке возгревались, да, да еще, благодать Божия была убрана, храмы все развалили, да, поэтому действительно друг друга убивали, в большом количестве, и вот у нас, конечно, слава Богу, сейчас такого убийства нет, смертоубийства, в нашей личной жизни имею ввиду, но страсти у нас кипят, кипят, и вот, особенно это в быту заметно, так смотришь, да, вроде бы все же адекватные, ну, не все же со справкой, ходят из сумасшедшего дома, а вот так смотришь иногда и прямо думаешь, что справку-то надо вылазить, почему, потому что какие-то бытовые, абсолютно моменты такие, да, бытовые, ну, и там какие-то словеса издругаются, непонятные, да, да я бы тебя там пришибло, да я бы тебя, а я бы тебя, и знаете, вот человек, а в зеркало, там же губы, вот такие, бледнеет лицо, там уже все, человек трясется, трясется, даже уже пол ходит под ним, это что такое, беснование, это беснование, вот это страсти, как раз страсти у нас есть, но это только один рост страстей, а их очень много, об этом святые отцы пишут, и вот пока у нас страсти с вами есть, эти, они безусловно мешают нашей христианской жизни, а страсти, они убираются только борьбой, при помощи благодати Божьей, вот поэтому хорошенький и святой, это совсем разное понятие, хороший человек, это потенциально убийца, потому что он хороший, но у него все внутри кипит, он просто сдерживает, но внешне он улыбается, а святой человек, это который может не улыбаться, но у него внутри все хорошо, он никогда не убьет, а вот здесь как раз видите, вот лишь бы вот, мы же как вот, у нас же все на показ, вот и фарисейство, возведенное в квадрат, да, то есть мы же как, вот мы лишь бы вот, даже если такое понятие, на людях показаться, то есть мы одни для себя, для внутреннего, для других, для наружного, да, вот поэтому советский турист, был всегда самый моральный турист в мире, да, вот у нас, и секса у нас не было в Советском Союзе, это все как раз из этой же оперы, поэтому видите, вот здесь то же самое, мы привыкли жить двойной жизнью, а святой человек, он живет одной жизнью, у нее нет второй жизни вообще никакой, но он святой, потому что он в себе победил страсть, ну грубо говоря, чтобы совсем было понятно, вот есть природная красота, маленькая красивая девочка идет, да, как цветок, в ней все красиво, и есть бабка идет безумная, которая на себя все, с утра штука тролица полтора часа, потом вышла, а там все равно все неестественно, и под софетами все это видно, безобразие, вот вам разница, святой человек и хороший, так вот, для того, чтобы все-таки у нас жизнь духовная, она была, и вот этот огонек благодати Божией в нас горел, нам необходимо от страстей освобождаться, освобождаться, а страсти, для того, чтобы было понятно, святитель Феофан объясняет, это как сырость в дровах, то есть, дрова, это есть силы нашей души, и отправление нашего тела, вот это называется дрова, то есть, наше с вами тело, и наша с вами душа, но, если мы дрова польем, особенно обильно водой, вы знаете, они не загорят, сырость их обымает, и сколько бы вы там не зажигали, не бросали даже спирт, или там что-то такое, они у вас не будут гореть, для того, чтобы они загорели, необходимо сухие дрова, либо эти высушить, так вот, собственно говоря, страсть, это и есть сырость, которая пропитывает наши души, наши тела, и мешает благодати Божией соединиться с нами, почему не может к нам Господь подойти, потому что, как пишет еще премудрый Соломон, это первая глава премудрости Соломоновой книга, четвертый стих, в злохудожную душу не внидит премудрость, и не будет обитать в теле порабощенном греху, то есть, в лукавую душу, как говорят святые ацы, расшифровывая эти слова, никогда Господь не войдет. Если мы с вами не сумеем побороть себе вот это греховное естество, начало, то, что бы мы с вами ни делали, не будет у нас никогда никакой духовной жизни, и никакого духовного преуспеяния. Вот, более того, когда страсти в человека входят, они подчиняют душу, они подчиняют тело, в чем это выражается? Во-первых, все противится духовному в нашем с вами состоянии, в таком духовном, да, и в нас обретается некая беспорядочная беспорядочность и бурливость. То есть, все наши мысли, они постоянно метутся, желания и чувства, все это постоянно крутится в водовороте страстей, и у нас нет никакого духовного успокоения. Вот, куда нас не посади, почему говорят, что ад, это отсутствие Бога, святые ацы. А с Богом и в аду рай. Потому что вот это внутреннее состояние страстное, да, оно действительно не дает человеку спокойно жить, он метется. Наверное, вы слышали такие замечательные слова в каноне, да, что в суе метемся, то есть, что напрасно метемся. Это не то, что мы с вами бегаем от проспекта Свердловского до Ленина, да, нет, это сейчас вот там бегают у них, Спартаке, да, у нас в городе, вот, а другое совсем, это мы внутри себя метемся, мы не можем найти покоя. Нас постоянно все раздражает и постоянно все не устраивает. И самое страшное то, что когда страсти овладевают телом и душой, хотя они естеству нашему не принадлежат никак, то эти страсти забирают и самый дух к себе, подчиняя его, дьяволу, сознание и свободу в свою власть и таким образом господствуют над всем человеком. То есть, когда страсти вместе с телом и душой порабощают еще и дух, сюда же приплетается дьявольская сила, потому что она находится, скажем так, в сотрудничестве с нашими страстями, посредством страстей, да, разжигает в нас, вот, то через это, через этот греховный союз страстей и дьявола бесы господствуют над человеком, а вот далее самое страшное, самое страшное, да, который мечтает, однако, что он сам себе господин. То есть, вот, когда человек полностью порабощается дьяволу, душа, тело, еще и дух, то человек-то считает, что он-то свободен. И он еще пытается этой свободой поделиться с тем, кто рядом с ним. Что говорит ваша церковь средневековья? Здесь, говорит, какие-то попы дремучие. Давайте вот свободу. Это свобода, да? Это пей все, что горит и дальше все, что движется, сами знаете, дальше, да? Вот, вот это свобода. Самовыражение, современное искусство. Вы можете много проявлений свободы найти. Это безобразие, не говорит, нет, красота. То есть, вот это дурдом на выезде. То есть, когда психобольница открыли стены, они все выбежали на улицу и говорят, вот, как говорится, это окажется, и нам начинают свои ценности проецировать. Вот поэтому сейчас такое время интересное, что говорят, не знаю, там не было, правда, да? Говорят, ад сейчас пустой. Никого нету, понимаете, нет? Все здесь. То есть, в аду делать нечего. То есть, все оттуда духи к нам прибежали, да? И вот то, что происходит у нас, это ад есть. Вот. Поэтому, собственно говоря, человек находится полностью в страстном состоянии, но считает, вот, вследствие этого самого, 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 обмана, да? Что он-то свободный. А на самом деле он является рабом греха. Ибо кто кого победил, тот тому и рад. А христианство, как раз, оно учит нас освобождению от греха. И далее святитель Феофан говорит нам лечение этого состояния, что прежде всего необходимо освободить дух для того, чтобы привести себя в нормальное соответствие, да? Благодать Божия исторгает дух, преисполняясь под действием благодати страхом Божиим, разрывает всякую связь со страстями и раскаявшись в прошедшем, полагает твердое намерение угожать Богу и жить в Его заповедях. Вот это очень важный момент. То есть, когда человек осознает свое падение, он прежде всего под действием страха Божия, когда мы понимаем, что до чего мы дошли, до ручки, мы начинаем разрывать всякую связь с этими страстями и приходит раскаяние в том, что мы с вами натворякали. Очень важно раскаяться внутренне, принести в таинстве покаяния, это вот прожигается все огнем благодати Божией и раскаявшись, положить твердое намерение жить с Богом и в Боге исполняя Его святой закон. И вот далее, когда значит мы полагаем эту решимость, то Дух Божий воскрешает в нас, тела еще нет и душа еще нет, но Дух воскрешает уже в нас и Он начинает изгонять из нашего тела, из нашей души страсти и одухотворяет всего человека. вот собственно говоря, почему необходимо, чтобы у нас с вами опять же точка опоры нашей, это была деятельность нашего с вами духа, дух должен быть восстановлен в своих правах, а это возможно только при Богообщении, при помощи Таинств Божьей, и начинается у нас борьба с страстями. Но главным здесь является не что иное, как постоянная память Божия. Вот почему необходимо об этом и святитель Феофан говорит, что он своей духовной дочери говорит об этом постоянно, она говорит, вроде бы вы мне про одно и то же говорите, но борьба со страстями она не может быть без духовной жизни, а духовная жизнь не может начаться без памяти Божьей и пребывания о том пребывания с Богом и хождение перед Ним. И вот он говорит, и вы подивитесь, почему я все об одном и том же говорю, толкую, память Божия это жизнь Духа, она и ревность к богоугождению поджигает, и вашу решимость быть Божией делает непоколебимую. Все, говорит святитель Феофан, повторяю опять, точка опоры для жизни в Духе, и прибавлю, как правильно говорит, базис стратегических операций наших против страстей. То есть, понимаете, вот, когда мы с вами, почему очень память Божия, она нужна человеку, страх Божий, начало премудрости, страх Божий, потому что, как мы только начинаем о Боге думать, о Боге помышлять, возгревать себе вот этот, значит, страх Божий, у нас появляется Дух просыпается. Когда Дух просыпается у нас с вами, тогда у нас совесть не дает спокойно нам спать. У нас начинаются процессы покаяния, а это уже начало духовной жизни. Вот почему, если вы заметите, современное общество изгоняет Бога из своей жизни и память смертную, даже бояться кладбищ, бояться похоронных процессий, бояться всего то, что говорит о смертности человеческого естества, вообще все упоминания лучше о Боге убрать. Вот отсюда идет самый страшный посыл, религия это частное дело каждого. Нет, религия это не частное дело, частное дело это семейная жизнь, рамцы попутали, понимаете? А религия это абсолютно общественное значимое, как говорится явление в жизни и без духовной жизни никогда не будет у нас успехов ни в телесных делах, ни в борьбе со страстями и с пороками и ни в какой морали. Мораль без Бога невозможна. Без того, когда у нас Дух вступит в свои права и мы будем постоянно ходить перед Богом, вспоминая о жизни в Боге, невозможно никакая мораль и никакое нравственное преуспеяние. Вот, поэтому заканчиваем мы сейчас из Феофана Затворника, чтобы вас немножко разгрузить и мы с вами закончим сейчас немножко трудами Святого Правного Иоанна Кронштадтского, который тоже об этом вот, я удивляюсь, читаешь отцов разных, по эпохам разных, ранних отцов, средневековье, читаешь, поздних отцов, современников, духовных писателей, все об одном и том же говорят. Все. Только мы постоянно этого не делаем. То есть у нас очень часто что в лоб шупул. Вот поэтому повторение мать учения и приходится одном и том же говорить. Итак, и душевные и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением их. Казалось бы, очевидная абсолютно вещь. Упражняй руку, часто в письме, в шитье, в вязании набьешь, как говорят, руку. Хорошо будешь писать, шить, вязать. Упражняйся чаще в сочинении, будешь сочинять легко и хорошо. Упражняйся в делании добрых дел или в побеждении страстей и искушений, как, видишь, хорошо он говорит. И дела, добродетели будешь со временем делать легко и сладостно. Будешь побежать страсти удобно при помощи вседействующей благодати Божией. Но не стань писать, шить вязать или пиши, шей, вяжи редко, будешь дурно писать, шить и вязать. Не сочиняй ничего, или сочиняй очень редко. Живи в одних материальных заботах жизни, еще раз, вот это очень важно, живи в одних материальных заботах жизни, и, пожалуй, несколько слов связать будет трудно, особенно о чем-то духовном. Заданное сочинение будет египетской работой. Не стань молиться или молиться редко, тебе и противно, и тяжело будет молитва, как пятипудовая тяжесть. Пятипудовая сколько, знаешь, 80 килограмм, художеств нас. Не стань воевать на страсти или воюй только изредка и слабо, и очень трудно будет бороться с ними. Будешь часто побеждаем от них, не будешь иметь от них покоя, и жизнь свою отравишь ими, не научившись побеждать этих домашних, злейших, внутренних, всегда в твоем сердце сидящих врагов твоих. Так всем необходим труд и деятельность. Жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Потому борьба с леностью плоти постоянная, упорная, есть долг всякого человека, сохрани Бог от потворства и всякого христианина, ибо Христова суть ленивую, злую, грехолюбую его плоть распяжен со страстными и похотьми. Имущему везде будет дано и приз будет, от неимущего же, и ежемнице имея, взято будет, аминь. Вот праведный Иоанн Кронштадтский. Понимаете? Насколько прям замечательные слова. Так вот, нам для христианской жизни не так много надо. Нам просто надо исполнять то, что мы с вами и так очень хорошо знаем. Терпение и труд все перетрут. Вот поэтому сегодня как раз у нас с вами неделя по воздвижнее, да, она об этом и говорит. Взять свой крест и идти. И самое главное, надо понимать, что без Бога не до порога. Я еще раз говорю, вот видите, какое учение замечательное, что все наши страсти, они отходят от нас тогда, когда наш с вами дух просыпается и он побеждает и тело и наше с вами неправильное душевное устроение. Но при помощи благодати Божией и когда мы приходим в себя, вот это называется покаяние. Вот видите, как все просто. Но надо просто начать жить, каждый воскресный день в храм Божий ходить, стараться, нет, жить надо в полноте, в полном объеме, работать, трудиться, детей воспитывать, все, понимаете, в отпуск ездить, все надо успевать. Но вот мы с вами солим же огурцы и помидоры, да, мы мужик не выкидываем, но все это берем, туда соль добавляем с водой и все. И у нас остается и помидоры, огурцы и капусту. Вот тоже самое христианская жизнь. Надо соль добавлять, это вера наша в духовную жизнь и спокойно себе жить. И у нас все будет, знаете, вот как Иоанн Крышевский пишет правильно, да, у нас еще приумножится все. У нас будет больше и материального, и счастья, и детей, и всего будет больше. Потому что все это будет Богом благословлено. Понимаете? Вот что такое благословение Божие. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, что самое страшное для человека это потерять благословение Божие. Потому что потеряя благословение, мы потеряем все в жизни. А если мы потеряем все, но не потеряем благословение, у нас все возвратится, как у Иоанна многострадального, еще во сто крат. Поэтому всем желаю ничего не терять, а приобретать. С праздником воскресного дня. До свидания.